Итак, дорогие друзья, тема плохой потенции. Это очень широкая тема, потому что по ней мы можем подразумевать проблемам с либидо, так называемым. Что значит? Это значит, когда вы никого не хотите. И есть другая проблема. Это проблема с эректильной функцией. Это значит, когда, возможно, вы даже очень кого-то хотите, но не можете. И вот именно эти две, соответственно, составляющие мы будем сегодня разбирать. Не те и другие, соответственно, проблемные причины, но и названные. Они могут быть как впоследствии употребления анаболических стероидов, так впоследствии после ковидных приключений, что очень часто случается у моих пациентов. Да и вообще любой стресс для организма, он может нарушить ваши, соответственно, естественно протекающие гормональные процессы. И мы получим вот такой результат. Цель моего видео озвучить не в основном, повторюсь, не банальные вещи, которые помогут, возможно, вам понять причины, соответственно, ваших проблем с эректильной функцией. Итак, дорогие друзья, основная, базовая причина – это, конечно, падение тестостерона и высокий пролоктин со страдиолом. Это настолько попса, что, соответственно, я просто на этом остановлюсь. А в других моих видео, кому интересно, напишите мне в комментариях, что лучше снять сначала пролоктин и страдиол, как поднять тестостерон. Может, хотите вы узнать естественным образом свою вырубку. Но вот об этом, обо всем мы будем разговаривать в других видео. Сейчас мы просто оговоримся, что это базовые вещи, которые мы обязательно проверяем на анализе. Далее, дорогие друзья, что, соответственно, нужно учитывать? Вот проблемы, как правило, с падением либидо, они связаны с повышением либо эстрогена, либо пролоктина. И это, так скажем, повод проверить особенно именно их. Вот проблема с эректильной функцией, она уже может смещаться в сторону низкого тестостерона, но некой дифференциации здесь не наблюдается. То есть низкий тестостерон может и проблемы с либидо вызвать, и проблемы с эректильной функцией. А бывает все вместе. И, дорогие друзья, таким образом мы должны заключить, что мы проверяем все сразу. Далее, дорогие друзья, то, о чем никто не говорит. Гипертония и повышенная коагуляция. То есть, смотрите, у вас может быть гипертония по причине, что у вас, соответственно, нарушена коагуляция. Это когда ваша свертываемость крови, да, очень сильная, и кровь становится густая, как киселек такой. Вот. Сердце, конечно, ее гнать очень тяжело, и просто, соответственно, кровь не доходит до половых органов. Далее, дорогие друзья, что еще у нас есть? Это, конечно, избыток натрия. Тогда чаще всего у нас прям классическая гипертония более выраженная, когда давление может, ну, в зависимости, сколько натрия накопилось, давление может подниматься, ну, прям даже до 180, особенно, если есть наследство на гипертонии в анамнезе. Вот. Поэтому вообще все сосудистые гипертонические приключения мы обязательно должны пролечивать, если у вас проблема именно с потенцией. Вот. Соответственно, и профилактически надо делать это, и делать это надо практически на постоянку, если у вас проблема с сосудами. То есть, если у вас есть варикозное расширение вен, или даже какая-то сеточка, да, вот появилась на ногах, где-то еще, ну, вот. Вот эти вот моменты, это сигнал о том, что нужно, соответственно, заниматься вот этими сосудистыми вещами. Далее, уровень липопротеидов низкой плотности, плохого холестерина, который вызывает атеросклероз. Если уж тем более у вас есть атеросклероз, это может быть в том числе, соответственно, приводит к изменению тока крови. То же самое будет проблема с потенцией. Что у нас по проблеме с либидо? Здесь могут быть виноваты психоактивные гормоны. Это и уровень дофамина, это и уровень серотонина, это и, соответственно, даже в какой-то степени ваш инсулин. Потому что если он очень высокий, да, то, соответственно, он, как правило, есть исследования, которые говорят о том, что он подтягивает за собой пролактин. Или, допустим, будет ввести ожирение, и у вас появится ожирение, и на этом фоне тоже все гормоны будут изменяться. Вот тут, дорогие друзья, я вынужден прерваться. Соответственно, к сожалению, как видите, меня подвела несколько съемочная группа. Часть материала отсутствует. Пришлось забрать у них видео и наговаривать вам теперь при монтаже. Я даже сам не знал, что сейчас вот у меня при монтаже файл взял и обрубился. В общем-то, что хотелось бы сказать. Причины низкого либидо, неважно, там, потенции, соответственно, чего хотите, реакции. То есть, вообще, корень всех мужских проблем, так скажем, кроется вот не только в тестостероне, не только в низком ЛГФСГ, не только в высоком пролактине и эстрадиоле. Это, как правило, проблема комплексная, которую нужно решать комплексно. И смотреть на нее гораздо, гораздо глубже, чем нежели привыкли на нее смотреть не только обычные обыватели, но и врачи старой закалки. Потому что, соответственно, бывает так, что у нас гормоны провоцируют, допустим, нарушение щитовидной железы, провоцируют появление панических атак, тереотоксикоз. И таким образом мы получаем, что у человека вот так сложилось, что во время секса начинается паническая атака. Что такое секс? Это же высокое сердцебиение. Как мы знаем, что очень часто высокий пульс, высокое сердцебиение провоцирует панические атаки. У меня был такой случай. Поэтому я желаю вам смотреть на все проблемы широко. Следующий выпуск, соответственно, будет зависеть о ваших комментариях. И вторую часть видео я планирую снять. Думаю, что уже разобрать какие-то базовые моменты лечения данной ситуации. То есть уже разобрать какие-то моменты, как лечат. Чисто гипотетический. Это не будет говорить о том, что, естественно, эти способы будут подходить каждому. Потому что я в каждых своих комментариях, везде, в каждых выпусках говорю, изучайте анамнез. Анамнез пациента индивидуалит. А здесь мы просто приоткрываем завесу тайны и понимаем, в какую сторону нам идти, какие анализы нам сдавать и куда нам вообще копать. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok